Что ты знал про Курехина, Влад, до того, как с ним познакомился? Да, я сам себе в последнее время задаю этот вопрос. А что же было в самом начале? Ну, тут надо два слова сказать, еще, что было до того. Потому что, так как мы с Курехиным почти ровесники, где-то развивались мы очень похожи. Есть некая даже параллель. Я закончил художественно-графический факультет Смоленского пединститута в 1973 году. Ну и как все наше поколение оказалось, так сказать, неудел. Я стал работать художником-оформителем. Такая работа, ну не типа кочегарки, конечно, как другие в Питере ребята. Старожили, кочегарили. Ну, в некотором смысле, нечто подобное было и у меня. То есть я был свободен в своих поисках, изысках. И так как я считал себя великим художником после института, я рисовал картины в духе Рената Гутузо, Пикассо, Сезанна, Ван Гога, в таком плане. Вот. И поигрывал рок-н-ролл на гитаре. И где-то лет через пять мне все это надоело, и я стал что-то искать. И так как я в то время слушал музыку группы Кинг Римсон, Махавишну Оркестра, мне хотелось что-то другое от музыки. И я бросил гитару и совершенно случайно схватился за виланчель. Практически я ее освоил сам. Вот. И в какой-то момент начал играть ту музыку, которую я считал своей, собственной. То есть я, проще говоря, импровизировал на виланчеле, не отдавая себе толком отчет, что это такое. Случайно в моей импровизации услышал один человек в Смоленске, который очень много тусовался, ездил в Москву, в Питер. И он сказал, я свезу твою запись, покажу в Питере. Там есть клуб современной музыки. Наверное, им понравится. Что-то похожее они там играют. Это был Александр Петраченков. Сейчас он известный достаточно человек, живет в Москве, писатель, пишет книги, журналист, блогер. Вот. И он отвез эту мою запись в Питер. И тут-то все и началось. Моя запись произвела там достаточно большой эффект. Сказали, а вот в Смоленске живет местный штаггаузен. А Петраченков перед этим мне говорил, ты знаешь, в Питере там есть один парнишка, Курехин такой. Фамилию как-то я сразу запомнил. Вот он играет что-то похожее, как ты. Только на рояле. Очень он там котируется, очень такой достаточно известный музыкант. Надо бы от тебя свести с этими ребятами. А есть еще там философ такой, Ефим Барбан, который вообще теоретик современной музыки. И в общем, самое место тебе туда попасть. И в какой-то момент это был 1980 год. Я вместе со своей женой еду в Питер, так сказать, знакомиться. Перед этим была какая-то переписка с Барбаном. Они меня пригласили с Александром Каном. Они меня официально пригласили в клуб. Сказали, что оплатят дорогу даже. Там поселят куда-то. Я, так сказать, на крыльях несусь в Питер и попадаю в самое то место, в самое то время, когда все начиналось. Клуб только-только образовался. Где-то, может быть, полгода он существовал до того. И у них пошла серия концертов, весенние концерты нового джаза называлось. Что такого новый джаз я не очень понимал. Хотя слушал музыку не столь авангардную, какую сам играл, кстати. Я просто не отдавал отчет, что я там играю, какой жанр. Но что-то такое авангардное. Но что это был новый джаз, я еще не очень понимал, что термин такой существует. И что есть такие музыканты в России. Я знал, что есть такие музыканты где-то там на Западе. Кое-какие записи у меня были. Да, но еще надо отдать должное. Я был большим коллекционером. И у меня очень была большая коллекция вообще современной музыки. И классики. Я любил уже в то время Бартока, Пендересского. Читал я в то время Шопенгауэра, Ницше. То есть вообще-то моя квартира была, так сказать, штабом в Смоленске. По диссидентскому искусству. Вокруг меня крутились всякие хиппи, панки, художники, авангардисты местные. То есть как бы атмосфера, субкультура уже существовала и в Смоленске. И то, что потом я найду в Питере, это будет то же самое, в принципе, только в более широком таком горизонте. Но те книги, которые у меня стояли на полках, те ксероксы запрещенные, потом я все это обнаружил у Сергея Ковальского, например, в Питере, с которым потом познакомлюсь. Ну и у других ребят. У Сергея Летова в Москве. Жили все, в общем-то, мы в одной в одной культурной такой среде. Была ли она диссидентская, трудно сказать. Мы не считали себя диссидентами, потому что к политике как бы не имели никакого отношения. Но свои какие-то представления о свободе, читать литературу, в то время запрещенную, конечно, все это было. А попутная, естественно, современная живопись. Я ездил в Москву, покупал альбомы, вот эти дорогие альбомы в комиссионках, где я уже видел Поллока, Кунинга, современных художников. И в то время я уже начинал рисовать сам нечто подобное. Слегка подражательное, но пытался что-то найти свое и в живописи. То есть я бросил подражать Ван Гогу, я стал подражать уже Джексону Поллоку, например. Выливал краску. На пол. И все это было параллельно с музыкой. То есть я рисовал абстрактные картины, и где-то параллельно я играл на виланчеле, еще плохо играл, какую-то вот такую свою музыку, похожую немножко на современную классику. А уже было Шнитке, тогда я слушал Шнитке. Вот что-то такое... Пендерецкий, да, опять же. Вот какая-то такая музыка уже шла у меня, из меня. Вот. И вдруг я узнаю, да, что в Питере есть такой вот клуб современной музыки. Я приезжаю и попадаю на концерт, где было запланировано мое соло и выступление с кем-нибудь из питерских музыкантов. Вот тут-то все оно и произошло. Как сейчас помню, я, значит, выхожу, иду на сцену. В зале сидят такие яйцеголовые интеллектуалы, волосатые, бородатые, члены клуба современной музыки, очень серьезные дядьки такие. Хотя мне было 30 лет уже в то время, но выглядел я на 20 и был совершенно еще таким провинциалом, конечно, не очень продвинутым в смысле общения. И вдруг такая серьезная публика меня перед этим познакомили с Ефимом Барбаном, это такой солидный джентльмен, который очень ко мне внимательно, хорошо отнесся, потому что он прослушал мои записи перед этим, и они в клубе послушали эти записи и решили, что я такой местный гений доморощенный. И решили меня, значит, увидеть живьем. Я сыграл соло небольшое, минут на 15. То есть я пилил на велончели, что-то некий такой зубовный скрежет. В то время я еще плоховато играл на велончели, но та энергия, тот порыв, который у меня был, он.